Когда не в шутку за не мог, да еще и внезапно, голова Министерства эконом-развития и торговли Украины Айворос Абрамовичес не пришел на заседание блока Петра Порошенко. Ждали, что там он объявит причины своего ухода из правительства, а накануне министр заявил о своей отставке, мол, потому что ему работать не дают. Как в правительстве отреагировали на этот крик души, знает моя коллега Алена Пивкина. Алена, ну что же в такой ситуации депутат Игорь Каноненко сказал? Ну это же по сути в его адрес, в его огород полетели камни. Да, Жень, все верно, камни в его огород. Ну, конечно же, Каноненко все отрицает. И недавно, вот буквально несколько часов назад стало известно, что он предложил Абрамовичесу пройти проверку на детекторе лжи. Посмотрим, согласится ли он. Ждем деталей. Решил уйти, громко хлопнув дверью. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции. С таким заявлением министр экономического развития и торговли Украины Айворос Абрамовичес подал в отставку. По его словам, у причины поступка есть имя Игорь Каноненко. Его называют серым кардиналом блока Петра Порошенко, а также ближайшим соратником украинского президента. Так вот, Абрамовичес заявил, что этот народный депутат сделал очень много, чтобы блокировать работу Минэкономразвития. В частности, починить себе финансовые потоки и контролировать нафтогаз и другие госпредприятия. Ответ последовал тут же. Каноненко за словом в карман не полез и сказал, что обвинение в его адрес – это желание перебросить с больной головы на здоровую ответственность за нерешенные в течение года вопросы. Напомню, что Айворос Абрамовичес – это литовский предприниматель. Пост в украинском правительстве он занял в декабре 2014-го, не имея подобного опыта работы. В итоге, по официальным данным, за год, благодаря его стараниям, уровень ВВП страны упал почти на 10,5%. Наверное, поэтому решение Абрамовичеса об уходе из правительства нисколько не огорчило многих его коллег. Например, нардеп из блока Петра Порошенко Иван Винник заявляет, полностью провалена работа по утверждению государственного оборонного заказа на 2016 год. Этот вопрос находится в ведении Министерства экономики под руководством господина Абрамовичеса. Еще один нардеп, Олег Березюк, назвал заявление Абрамовичеса закономерным. И, по словам нардепа, оно лишь подтверждает гипотезу о несостоятельности правительства. Что касается лидера страны Петра Порошенко, то он не намерен отпускать своего протеже. Об этом он заявил на своей странице в Facebook после встречи с министром. Украинский президент лично приглашал Абрамовичеса в команду, а также предоставил ему украинское гражданство и поддерживал все его реформаторские инициативы. В этом же посте Порошенко отметил, Айворес должен оставаться министром и продолжать реформы. Он ушел думать. Западные СМИ уже написали, после заявления Абрамовичеса упали не только гособлигации Украины, но и надежды Запада на реформы в стране. Financial Times называют отставку Абрамовичеса ударом по правящей коалиции Петра Порошенко. Wall Street Journal пишет, эта отставка будет восприниматься как неудача по восстановлению украинской экономики. Агентство Reuters передает, теперь все планы по приватизации порядка 100 государственных компаний могут сойти на нет. Очень огорчились западные политики. Послы стран Евросоюза, США и Канада заявили, что глубоко разочарованы отставкой министра. По их мнению, Абрамовичес достиг настоящих результатов проведения реформ на Украине. Напомню, что за прошедший год уровень ВВП упал почти на 10,5%. За ситуацией пристально наблюдают украинские политологи. По их мнению, любой скандал работает на власть. Так что такое развитие событий только на пользу Министерства эконом-развития и торговли Украины. Нас могут шокировать громкие разговоры о коррупции. Но на самом деле хорошо, что они начались. Это лучше, чем гадать, куда нам двигаться и на каком языке разговаривать. Запад говорит, что реформы нужны. Поэтому в любом формате новое правительство должно продолжать политику, которая уже началась. Не останется в стороне от скандала и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Там обещали провести проверку в отношении Игоря Каноненко, которого Абрамовичес обвинил в коррупционных действиях. Каноненко же на время расследования решил сложить полномочия заместителя главы блока Петра Порошенко. Вслед за Абрамовичесом в отставку собрались и его замы Юлия Клименко, Максим Нефедов и Наталья Микольская. И в кулуарах уже начались разговоры о том, что вся эта история может закончиться перевыборами в Верховную Раду. Так что, Женя, будем следить за развитием событий. И вот лично мне очень интересно, все-таки согласится ли Абрамовичес пройти проверку на детекторе лжи. В интернете, кстати, тем временем поискала, есть несколько способов, как обмануть тот самый полиграф. Потом вне кадра обсудим это украинским политикам. Знать такие способы, конечно же, ни к чему. Спасибо, Ален.